Всем привет, с вами Прио, и сегодня я поделюсь небольшими секретами касательно дешевой покупки различных дорогих предметов. Порой люди неправильно пользуются аукционом, ну то есть, например, крафтят какой-либо итем, а этот итем по итогу выставляют на аук, и цена, которая там уже указана, она дешевле, чем цена реагентов. То есть по итогу было просто-напросто выгоднее продать реагенты, из которых крафтится этот итем. Я посидел немножечко, подумал касательно всего этого, и на ум мне пришло 6 интересных итемов, которые реально помогут вам немножко сэкономить голдишку, так как эти итемы довольно-таки часто используются. Эти итемы, да, они правда чистые в использовании, также их охотно покупают, и их делают всё-таки как-никак, их крафтят эти предметы, их покупают, в общем, с ними, ну такой большой спектр действий происходит почти постоянно. Но помимо этого, покажу ещё сайтик один интересный, на котором можно следить за различными ценами различных предметов. Первый итем, с которого мы начнём, это Древнейший Саранит. И сейчас у всех любителей дополнения Гнева Короля Леча польётся небольшая слёзка. Древнейший Саранит нужен для Тёмной Скорби в количестве 25 штучек. Он дропается с боссов цедерильной короны, также его можно купить на аукционе. Также раньше его покупали за эмблемы льда во времена Гнева Короля Леча, ну а в текущий момент можно просто-напросто подойти к торговцу и купить у торговца за 120 голды Древнейший Саранит. Но смысл покупать у торговца, если можно купить на аукционе? Экономия? Экономия. Идём дальше. Следующий предмет будет тоже из дополнения Бот-ЛК. Это слиток титановой стали. Слиток титановой стали нужен в количестве, по-моему, 12 штучек с целью того, чтобы сделать анженерский чоппер. Анженерский чоппер — это маунт, который крафтится инженером для Альянса. Замечательный хороший маунт. Интересно, почему 1-2 написано. Ну да ладно. Требуется в количестве 12 штучек на аукционе. На текущий момент он стоит 670 голды. Требует в своём крафте 3 титановых слитка, 1 извечный огонь, 1 извечную тьму и 1 извечную землю. Цена реагентов на 1 слиток титановой стали — 557 золотых монет. Слиток на текущий момент на аукционе стоит 670. Таким образом, купив реагентов, по этой цене на крафте в 12 слитков. С каждого слитка мы экономим 113 голды. Окей, округлим. 110. 110 умножаем на 12. 1320 голдишки. Поздравляю, мы сэкономили 1320 голды на крафт 12 слитков титановой стали. Истинное золото. Можно сказать, такой же слиток, который очень схож со слитком титановой стали по своей механике. Тоже нужно 12 штучек, тоже крафтцы из различных стихий и тоже нужен для крафта маунта. 12 истинного золота требуется для фиала песков. Что у нас получается? На текущий момент истинное золото стоит 1000 золотых монет на аукционе. С целью того, чтобы скрафтить истинное золото, нам потребуется 3 слитка колчедана. 123 голдишки умножаем на 3, получаем 369. Далее нам потребуется 10 неустойчивой воды. Это еще 310 голдишки. Также нам потребуется 10 неустойчивого огня. Это еще 189 золота. И последний реагент, который нам потребуется, это неустойчивый воздух. За 10 штучек еще 240 золота. Получается 369 плюс 310 плюс 189 плюс 240. Суммарно это 1108 золота. Да, окей, мы можем купить реагентов, мы можем выслать на своего какого-то алхимика, у которого есть мастер трансмута. И с одного крафта нам прокнет побольше слитков, чем нужно по итогу. И все будет замечательно. Но если нам ничего не прокнет, то просто-напросто покупка истинного золота будет дешевле, чем этот крафт. Иногда это работает в обратную сторону. Ну, таков аукцион. Тут уж ничего не поделаешь. Маунты везде, от них просто не отвертеться. Везде лед с кивилак. Так, его часто продают в чатиках, его часто продают на аукционе. И цена у него небольшая. 7000 голды, это реально дешево. Но можно даже удешевить и его крафт, и удешевить, скажем так, получение этого маунта. С целью того, чтобы получить везде лед с кивилак, нам нужно объединить укрепленную манилитовую раму и двигатель с турбонаддувом. Да, они крафтятся, конечно, из вообще слабых реагентов, их нужно не очень много, но там вся проблема в том, что нам нужно дропнуть рецепт. Окей, хотите еще удешевить этот крафт, дропайте рецепт сами. Но можно просто-напросто купить раму с аукциона, это 2300 голды. Можно купить двигатель, это еще 2500. И за 4856 голды на текущий момент мы получим целый везде лед. То есть из 4856 голды мы делаем 7000 голды. И везде лед купят, это факт, это часто покупаемый маунт. В дополнениях БК и ЛК объединялись различные частицы. На примере изначального огня просто покажу, насколько все интересно в текущий момент. Например, мы хотим скрафтить какую-нибудь БКшную фласочку. Ну, я не знаю, там, для секретного питомца как вариант, окей. Хотя там вообще смех полнейший касательно него. 600 голды стоит изначальный огонь. 39 голды стоит частица огня. Когда мы объединим 10 частичек, мы получим изначальный огонь. Вместо того, чтобы тратить почти 600 голды, мы можем потратить всего лишь 390. Замечательно, как по мне. И последний видом, который рассмотрим, это тенетканная маска. Тенетканная маска нужна в виде маски, в виде шмоточки для прохождения просто-напросто этапа по получению такого маунта, как Осознанный Кошмар. Красивый, хороший такой, интересный маунт. Он в избранном же должен быть у меня. Или я его просто вытащил на панельку. Оказывается, просто вытащил на панельку. Вот он он. Хороший, четенький. Свечение фиолетовое. Не об этом речь. Тенетканная маска в текущий момент стоит 1000 золотых монет на аукционе. Для крафта требует 8 единиц тенешелка. 171 умножить на 8 это 1368 голды. То есть выгоднее намного просто-напросто купить тенетканную маску. А вот в тот момент, когда я делал это месяц назад, маска стоила около 2000. И покупка тенешелка была выгоднее. Окей, с итемами покончено. На самом деле, все эти итемы, весь этот список просто дам. Если вы, например, частенько зависаете на ауке, хотите как-то с этого заработать. Если вы часто работаете именно с этими реагентами, то таким образом вы просто-напросто можете сэкономить какую-то голдишку. Касательно сайта. Давайте все рассмотрим, давайте все вам покажу. Имеется просто замечательный сайт, на котором можно отслеживать все какие-либо лоты, выставленные на нашем сервере. Сайт называется Undermine Journal. Что нам нужно сделать? Два простых клика. Выбрать регион, в котором мы играем. Русские серверы относятся к Европе. Ну и выбрать сервер, на котором мы играем. Я же выбираю Гордуни с целью просто-напросто легкого поиска. Нажмем Ctrl-R, введем Гордуни и выберем наш сервер. Далее мы можем отслеживать в поиске абсолютно все итемы, которые нам интересны. Ну, например, я хочу глянуть, сколько на текущий момент стоит Астральный Разбойник. Это двуручный красивый топор, насколько я правильно помню, который падает в БК с рарников. И то есть вот мне его хочется на трансмог. Мы смотрим цены, какие имеются вообще за последние пару неделек, получается. Да, синяя полоса показывает нам цену. Красная полоса показывает нам количество выставленных лотов. Таким образом, мы можем увидеть, что самая дешевая цена на Астральный Разбойник была 1-2 октября. Рано-рано утром, поздно-поздно ночью. Для первого числа рано-рано утром, для второго. Потом она чуть повысилась, потом она опять опустилась, потом она резко поднялась. Вышла вообще за график в принципе, цена 35 тысяч вместо 14 вдруг внезапно стала. Потом на понижение, ну люди просто замечательно аукционом пользуются. Понижение, понижение, понижение. Понижается еще немножко и еще понизится, я в этом уверен. Таким образом, мы можем рассчитать просто-напросто то, что покупка этого предмета за 35 тысяч бессмысленно. За 30-ку тоже, за 20-ку тоже. А вот примерно за 16 уже в принципе нормальная такая цена. Сверху у нас прописана текущая цена, дальше медианная цена, средняя цена. Ну и стандартное отклонение прописано. Отклонение под знаком вопроса, можно сказать, ну типа как под знаком звездочки. Проблема в том, что можно и там этот поставить из кап голды. 9 999, 999 голды. И тут вообще дичь произойдет. В принципе да, как я и сказал, то что средняя такая цена, 16, ну сайт считает то, что 20 тысяч для этого топорика. Все из конца сентября. Он долгое время стоял по 22 тысячи, по 20 тысяч. Ну и взлеты были некоторые. Еще один и там какой-нибудь рассмотрим. Глянем, что у меня последненькое тут было такое. Например, гнилодых. Я не помню даже, что это. Питомец какой-то нужен. Дорогой. Да, дорогой питомец, который вроде бы редкий. Текущее количество 3 штучки. Текущая цена 99,5 тысяч. Медианная цена 99,5. Средняя 115. Стандартное отклонение 56 тысяч голды. Что мы можем увидеть, что мы можем с этого извлечь? То, что он долгое время, реально долгое стоял за 75, за 80 тысяч. То есть начиная с 2 октября по 6 октября целых 4 дня можно было урвать его за цену ниже, чем соточка почти. Ну то есть, знаете, купить питомца за 75 тысяч для коллекции просто так. Либо купить его за сотку. Сэкономить 25 тысяч это довольно-таки неплохо. Таким образом, пользуясь всеми вот этими вот сайтами и ранее предложенными предметами, можно получить какое-то количество голдишки, сэкономить эту голдишку и реализовать ее на что-то более полезное. А вот на что думайте сами. Если тем 6 итемам у вас есть какие-то еще интересные итемы, которые позволяют вам экономить голдишку, дайте знать в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, там много интересного. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok